а здрасте всем друзья привет уленьки у нас начинается новая карьера в 22 ферме и если этот ролик вышел на ютубе значит минимум 10 серий я уже записал для спонсоров на бусте и то есть я прям начал играть играть и будет прохали будет прохождение будет продолжение не так как вот обычно у меня с этой 22 фермой нихрена шинги не 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 залаживается вроде как уже куча обновлений на 22 ферма вышла и много всяких штук интересных добавили и много чего починили и короче посмотрим может быть затянет и курс play авто драйвы в общем-то типа все хорошо работает поэтому посмотрим и друзья была выбрана карта в очередной раз до nf марш у меня версия версия карты без каналов потому что я вот это вот эти извращения и не хочу она мне не надо поэтому если мы будем подходить к полям у нас в общем-то все нормально никаких каналов рядом нет есть еще версия карты с каналами плюс у меня переведенная версия на русский язык то есть все культуры здесь все переведено все в общем-то нормально на сегодняшний день последняя версия 35 с чем-то там но насколько я знаю карта обновляется чуть ли не каждую неделю что в общем то наверное не очень хорошо я ее так часто обновлять точно не буду потому что но зачем и на балансе друзья у нас есть 500 тысяч денег и денежки постепенно капают потому что я лошара но ладно сейчас я вам покажу почему я тут уже трохи побегал трохи посмотрел трохи все даже какой-то минимальный план набросал и сегодня я вам об этом расскажу а денежки капают потому что вот помните кто смотрел последнее прохождение на отрадной долине мы оттуда уехали на крузаке и в общем то вот он наш крузак некий такой роллплей но я забыл отключить зарплату работникам поэтому зарплата водителя не надо нам такое так у меня трохи лагающий геймпад поэтому такую надпись скорее всего будете видеть часто курс плей тоже вырубаем нахрен на зарплату работника давайте в общем то пробежимся по настройкам на которых мы будем играть значится ускорение времени будет обычная единичка но сейчас пока я тут транжу пускай 050 стоит экономическая сложность высокая у нас нет никакого имущества ничего нету только вот грузак и 500 тысяч денег начинаем с этого дорожное движение выключаем потому что с авто драйвом она вряд ли дружит сезонным и вырубаем дней в месяц один отображать определенный месяц снег это у нас все вполне выключено уничтожение растений выключаем потому что опять таки авто драйвы курс плей могут боговаться лагать раз говорю тут все основано вся работа полевая и перед перевозки будут авто драйв курс плей я сам практически ничего делать не буду может быть может быть но это не точно когда-нибудь от нефиг делать может быть будут какие-то стримы где можно будет покататься чуть на полях поделать но тут я вообще ничего не обещаю регулярная спашка включена камни в поле пускай пока вы включены на самом деле я миллион лет не играл в это и я не помню что надо делать с этими камнями будем разбираться по ходу сразу говорю что извините я реальный нуб в этой игре я ничего не понимаю и поэтому возможно я буду безбожно тупить и ну в общем-то исправлять меня известь включена сорняки включены остаются грязь средний автозапуск нахрен торможение задержкой включена лимит заполнения прицепа тоже включаем может быть когда-нибудь это надоешь что там извините в большой прицеп для мана всего лишь половина влазит условной пшенички какой-нибудь ну 65 процентов и 35 кубов вместо 60 мы туда везем это ладно тут в общем то все выключено расход топлива выключена тут дальше какие-то модовые настройки их трогать не стал вроде как из настроек все но настройки курсплея если вдруг кому-то интересно опять-таки все по умолчанию я не люблю вот это вот все дело крутить я не люблю модовую технику друзья и я не люблю крутить все настройки в курсплее потому что на стандартной обычной базовой техники все всегда прекрасно работает а на кривых модах не всегда все прекрасно работает но тоже исключение бывают так вот друзья у нас есть 500 тысяч денег давайте даже сделаем чтобы было ровно 500 тысяч по фэн-шую скажем так начинать это все дело и находимся друзья мы на биогазе а я решил друзья выбрать эту территорию как стартовый здесь у нас вот есть домик припаркованы правда машинки другие но ничего страшного давайте запаркуем сюда крузака изменяя правда парковщик тот еще очень сомневаюсь что мы будем этим крузаком пользоваться другой стороны у него есть фаркоп и мало ли может быть когда-нибудь что-нибудь нам понадобится сделать что-нибудь перевести и в общем-то будет дополнительно транспортное средство с другой же стороны нормально стал нормально стал хотя найти на крузаке можно остановиться как хочешь по вообще никого не удивишь в общем то здесь он будет жить так вот территория биогаза здесь стоит несколько гаражей несколько навесов здесь есть пустая площадка для того чтобы что-нибудь сюда еще поставить в общем-то она мне кажется вот самый такой вот топовый для старта поэтому начать я предлагаю именно с нею также кстати по я не знаю сказать по правилам по сюжету мы не будем арендовывать технику вообще никогда не для чего и так как мы скорее всего единственный путь что-либо начать с таким бюджетом это контракты там мы тоже технику арендовать не будем все будем делать на своей технике исключительно так не подлагивая игра а вот поэтому как-то вот так вот все планирует быть и нам нужно выбрать какой-то вот путь первого развития и на самом деле я предоставлю это вам точнее спонсорам потому что они посмотрят это дело намного быстрее чем все остальные если вы друзья хотите смотреть ролики заранее по мере съемки сразу же они по какому-то расписанию в которой я хрен пойми как выдумываю то это все дело можно сделать на бусте ссылочка конечно же есть в описании так вот так как ребята на бусте посмотрят эту серию раньше чем все остальные и начну записывать я вторую намного раньше чем вот эта серия выйдет на ютубе но вы поняли в общем то скорее всего больше у бустеров да больше советов солнечной батареи как ухты у бустеров в общем-то намного больше шансов дать мне полезно совета ли повлиять как-то на ход сюжета еще мы друзья начнем конечно же нам нужно кучу контрактов сделать и для этого надо купить еще технику себе и по фэншую не помешало бы конечно же купить этот участок и сейчас я упаду от того сколько он стоит 308 тысяч если мы его купим у нас останется 192 191 с копейками далее друзья посмотрим контракт и тут в общем-то да на карте есть довольно таки большие поля типа 78 на сколько он гектар в 100 наверное да что они пишутся да ну и ладно так вот есть довольно таки большие поля а значит есть довольно таки жирные контрактики если кто не знает что за карта то во первых куча дополнительных культур это в принципе очевидно сейчас везде так пихают преимущественно прямоугольные поля прямоугольный ландшафт все для работы по автодрайву курсплею куча свободных территорий для того чтобы устанавливать всякие заводики их тут кстати тоже довольно таки много идет в комплекте то есть прям много видите да сколько я понимаю это все дело работает уже на электричестве черт вот в некоторые заводы вот например вот как это то есть написано рекомендуемый участок для установки 110 я друзья потом с этим еще более подробно разберусь сейчас это не очень важно сейчас наша задача начать карьеру и заработать денег у нас это еще кредит висит то есть первую очередь нам надо еще и техника обзавестись это этого на грузах было потрачено не обращайте внимание баланс восстановлен а так вот нам нужно обзавестись техникой и начать с контрактов так как первое что мы будем делать это конечно же контрактики то начинайте имеет смысл самого жирного самое жирное здесь поставка но поставка это не интересно у нас нет ткани у нас нет где нас нет ничего мы ничего не можем привести но что у нас интересно как правило это сбор урожая. А со сбора урожая там же еще и лишний урожай остается. То есть тут вот хорошие приятные цены. Это раз. Неплохие контракты, довольно быстрые. Это удобрения. Тоже очень весело все. Можно прям пачками выполнять удобрения. Спашка культивация, наверное, такое себе на данном этапе. Посев тоже пока что нам выполнять рановато. Ну и тюковка, да, друзья, тюковка тоже интересные контракты. Например, если просто попадется тюковка соседнего поля с травой, вот здесь растет куча травы, она растет, она не созрела, сегодня этого контракта не будет. Завтра созреет. То здесь, соответственно, будет жирный контракт на тюковку. Плюс ко всему прочему, этот курс-плей современный умеет делать все. Он умеет собирать тюки с поля прекрасно, он умеет обматывать, я сегодня проверил, прикольно работает. Поэтому полевые работы у нас все будет в порядке. Значит, давайте тогда мы что сделаем первое. Территорию купим чуть попозже. Первое, что нам надо сделать, это купить удобрялку и купить трактор для удобрялки. Да, у нас одно устройство, один трактор, один транспорт под него. То есть, не будет такого, как по фэн-шую. У всех куплено 4 трактора и постоянно вот это цеплять, перецеплять сейлки, удобрялки, культиваторы, думать, подходит что к этому, подходит что не к этому и так далее. Кто смотрит меня давно, знает, что я люблю сделать всем парковочные места и вот у меня один трактор, он всегда с культиватором ездит и я его в любое время могу отправить культивировать. А в общем-то, здесь я буду продолжать абсолютно по тому же самому принципу, потому что, ну, я всегда так делаю. Так вот, первое, что нам надо купить, это, конечно же, удобрялку. Разбрасыватель удобрений или опрыскиватель. А что-то из этого. Опрыскиватели тут есть. Ширина 33 метра. Это, кстати, мне нравится. Единственное, продаются ли жидкие удобрения у нас там, где продается все добро. Скорее всего, продается. Можно, в общем-то, взять опрыскиватель на колесиках. Ему сильно большой трактор даже не надо будет. 5 тонн, оно будет спокойно возить или же разбрасыватель удобрений. Навесное точно не хочу. Хочу все на колесиках. Навесное не люблю. Стандартный вот эти вот бредал. Маленький и побольше. Разброс 18 метров. А там же можно, насколько я знаю, поставить эти диски. И все равно 18... А, это и есть 18 метров, а без нее 12. Понятно. А вот эта штука 42 метра. По-моему, тут прям выбор очевиден. Она, правда, в известь не умеет. Для извести можно будет взять тоже маленькую штучку удобрения для контрактов выполнять с помощью нее. Слушайте, тут тяжелый выбор. Можно взять вообще дешманскую навесную, которая тоже 42 метра. Нихренашеньки себе. Амазон, вы жжете. Ну, ладно, друзья, я хочу вот эту за 65 тысяч. 10 кубов. Колесики поставим узкие. Номер я вот... Ладно, давайте мы будем играть в номер. И я даже не знаю, какие буквы ставить. Номера, ладно. А, тут еще и разные типы номеров есть. Оставим самый первый, короче. Я придумал, как у нас все будет. Можно сделать красного цвета. Оранжевого. Но он такой бордовый получается. Пускай. Если сделать желтый, но такой себе. Джесси бишный тоже такой себе. Давайте вот такой темненький. Почему бы и нет? А здесь у нас, понятное дело, будут просто номера 001. Будем по порядку идти. А здесь мы поставим буквы, например, НД. Никита, дилей. Почему нет? А первая? Я не знаю даже, что будет обозначать первая наша буква. Пускай останется буква Е, что бы это ни значило. О, вот такой номерной знак будет. На первой нашей машинке мы ее покупаем. И к ней нужно выбрать трактор. Я думаю, какой-нибудь средненький подойдет. Кстати, вальт разовезли, что меня прям порадовало. И я думаю, что начнем мы именно с нее. Почему бы и нет? А, 195 лошадей хватит. Т-905 актив. О, коробка автомат. Не будет так сильно тупить. Хочу автомат. 195 кобыл, прям хватит. Автомат 10 тысяч дороже стоит. Ну ладно. Настройка крыши. О, Skyview. И хотя, может быть, так и прикольнее. Главное, пускай будет 5000, не жалко. Обратное вождение. Да, у Вальтера была такая штука, что можно было развернуться. Но это неудобно. Я этим, точнее, может это и удобно. Но я этим не пользуюсь. Настройка двери. Панорамное окно. Ладно. Настройка интерьера. Господи, сколько всего сюда завезли. Давайте поставим светлый салон. Хотя мы будем перекрашивать. Это все равно все дело. Пластиковый или из нержавейки. Пластиковый бак рулит у меня в машине. Пластиковый бак. И это хорошо. Крепление фронтального погрузчика нам здесь тоже абсолютно не нужно. Цвет, конечно же, у нас, друзья, будет оранжевый. Обод у нас, конечно же, будет оранжевый. И номерной знак мы ему прикручиваем номер 2. Хорошо, что оно, кстати, сохраняется. Вот это меня радует. Хотя в теории, конечно, наверное, первое. Точнее, надо было трактору 001 вешать. А удобрялки 002. Ну ладно, уже что поделать. Хотя вообще можно было даже разделить прицепные. Все, все, все. Я заканчиваю с этим делом. Эту игрушку мы тоже покупаем. 201 тысяча у нас ушло на первый трактор. Ну и вот он, какой красивый у нас тут остался. Давайте-ка мы вот это окошечко сюда вот передвинем. Мне тут больше нравится. И не будем тянуть кота за яйца. Давайте отправим его на первый контракт. Давайте начнем, наверное, с самых... Оуу. 78 поля сразу же. 173 тысячи. Давайте какие-нибудь 5 штук возьмем. Самых жирных. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Во, 5 контрактиков. Начнем с самого быстрого. Поле 16. Подцепляем нашу удобрялочку. И вот так вот она. Давай подцепляйся. Бздынь. Готово. Работать ты у нас поедешь, как обычно. Все по автодрайву, все по курсплею, все по старинке. Поле 16. Заправляться ты будешь. Закупка. Закупка материалов. Там это работало, в общем-то. И пускай всегда будет ездить туда. Потом, со временем, мы будем производить удобрения, но на данном этапе, сами понимаете, немножко не до этого. И, конечно же, курс плей. Где наше поле номер 16? Вот оно же, поле номер 16. Выбираем поле. 42 метра. Количество поворотных полос 1,42 метровый хватит по зарез. И, конечно же, полоса сглаженная. Поле не наше. Идеально ничего делать не надо. Генерируем этот самый курс. И отправляем ребят работать. Все, погнал, ребят. От первого ребятенка. Он, в общем-то, пошел работать. Далее, друзья. Погнали тогда в магазин. Переценимся, что нам нужно для уборки полей и тюковки. Чтобы просто знать, что нам надо. Я думаю, что стоит сразу же начинать с нормальных комбайнов. То есть, 500 тысяч комбайн. Почему Джоник такой дорогой, а? У него там какая-то коробка супер крутая. ProDrive Excel. Везде обычные ЦВТшки. Ну, ладно. В общем-то, 500 тысяч комбайн. И, по-моему, 89. Да, 89. Все как в 19 ферме. Жаточка к нему. Жаточки, может быть, еще поставим какие-нибудь другие. Но все равно ориентир 100 тысяч. Плюс прицепчик. Прицепчик какой-нибудь. Как обычно. Стандартный этот красный крамп. Тут он немножко другой, конечно. Не такой, как в 19. И у него тут даже чуть больше вместительность. Но масса 27,4 тонны. То есть, он наполняется, как правило, чуть больше, чем наполовину. Но перевозит все. 95 тысяч прицепчик. И к нему ман. Больше у меня ничего тут особо такого и нету. А, это он заправляется. Я думаю, куда деньги капают. Кошмар. И, в общем-то, 130 тысяч еще ман. Итого, около 80... 800, точнее. 850 тысяч денег. Просто вот на вот этот пак. Для уборки. В принципе, как бы можно. Насобирается только денег. Это не такая большая проблема. Куча контрактов и все. Также, друзья, есть вариант начать контракты на тюковку. Для этого нам понадобится косилка. Желательно даже пара косилок. Например, вот таких вот. Это 7,3 метра. Или куновские вот эти. На самом деле, кстати, вот по поводу косилок я еще не знаю. Насколько я смотрел, есть... Выходила же куча DLC за это все время. У меня нет ни одной. И на данную секунду я просто вот не знаю, буду ли я во все это играть. И поэтому я не знаю, покупать ее или нет. Если я, в общем-то, меня затянет в эту игру, то я, конечно же, куплю все DLC к ней. И там будет немножко больше выбора со всякими косилками, сеноворошилками и так далее. Да и вообще техники там завезли порядком. Ну, короче, вот 100 тысяч, две косилки. Насколько я помню, вот эта хреновина умеет волковать сразу посередине. То есть, волковалка даже не нужна будет. С другой же стороны, если делать сено, то волковалка все равно нужна. А сеноворошилка 4,4 метра. Вот, кстати, они сразу широкие. Тут не обязательно покупать что-то топовое. 16 тысяч вполне себе подойдет. Волковую жатку. Опять-таки, 8,4 метра хватит за глаза. И плюс под это все дело 3 трактора. Но, тут, правда, есть хороший момент. То есть, сеноворошилка требует всего лишь 40 лошадей. Вот эта волковалка, которую мы выбрали, 80 лошадей всего лишь требует. Косилки, конечно, требуют чуть побольше. Там нужен будет трактор помощнее. 160 и 70 тоже что-нибудь среднее придется выбирать обязательно. Но под ворошилку... Ой, электричка. Это же электричка. Какой нахрен бесступенчатый ЦВТ? Там же нет коробки передач. Или я тупой? Если я тупой, то поправьте меня, пожалуйста. Ну, в общем, вот этот трактор на 75 лошадок прям на ура справится. И с ворошилкой, и с волковалкой. То есть, можно будет взять что-то вот такое. То есть, 100 тысяч два трактора вложится как нифига. В Альтера маленькая N-серия. 201 лошадь может вполне себе потянуть. Но лучше взять что-нибудь вот из этой оперы. Из средних тракторов. Там еще 122 тысяч. Но, скорее всего, придется брать обязательно улучшение по двигателю. Оно будет 1020 стоит, да? А, это 280. 280 литров. Не туда посмотрел. 185 лошадок. Вот движок, например. 200, который нас бы устроил для косилки. 25 тысяч, да. И 147 тысяч трактор. 250 тысяч на трактора. Короче, много, много это все дело займет. Но и это не все. Еще обязательно понадобится тюкалка. И тут большой вопрос, какую тюкалку нам надо купить. С одной стороны, можно взять сразу же какую-нибудь с обмотчиком. Классную тюкалку. А с другой же стороны, можно взять какую-нибудь классную тюкалку типа классовская. Она тоже с обмотчиком, по-моему, да? Нет, а, это квадратная. Продоньте. Была аж классовская тюкалка с обмотчиком. Ну ладно. А, в общем-то, можно взять тюкалку с обмотчиком. Можно взять тюкалку без обмотчика. Можно взять квадрат. Квадратная тюкалка будет намного быстрее работать в поле. Но в случае, если мы будем делать контракт на Силос, то нам придется тогда все это дело потом обматывать. С другой стороны, это можно сделать по курсплею. Паковщики. Ух ты, сколько их тут разных. Много. Самый простой упаковщик. Ага, для квадратных тюков самый простой не прокатить. Нужно будет брать вот этот. Да, 220 сантиметров. 54 тысячи. И мощности он вообще никакой не требует. Главное, чтобы его тягало. Вот. И кроме всего этого, еще нужен будет тюкопогрузчик. Тут, опять-таки, два варианта есть. Такие, которые прям напрашиваются. Это только для маленьких квадратных тюков. Не пойдет. Вот это для больших квадратных тюков. 14 тюков. Если по 240 сантиметров, это они, по-моему, где-то по 7 кубов, если мне память не изменяет. А это сразу много. Это порядка 100 кубов за раз можно будет вывозить. Или же брать круглый. Где круглый был? Вот этот круглый. 24 тюка. Они вроде как по 4. Вот эти 125 сантиметров точно по 3,5 куба. Остальные не знаю. Но 24 тюка. В общем-то, надо будет думать. Опять-таки, пишите комментарии. Посмотрим, что вы думаете. Что вы бы взяли вот для себя. Вот скажите, пожалуйста. Не поленитесь. Напишите комментарий. В общем-то, нужно будет с этим все думать. И трактора, и все остальное. В общем-то, тоже много денег. Большая статья расходов. Да, в основном в магазине мы сегодня время провели. Но это ладно. Контракт на поле 16 выполнен на 41%. Да, спасибо, я вижу. Довольно быстро он выполняется. Это монетка. Да, тут на карте есть, короче, типа монетки, какие-то туфли, по-моему, и еще какие-то игрушки. Да, получить. 30 таких монеток. 5 тысяч денег дают за каждую, когда соберешь все 100 тысяч экстра бонусов. Прикольно. Пивасик стоит. Мы потом такое тоже будем делать. Обязательно. Как там у тебя дела, друг мой, а? Сорняк, растущий полольник. Блин, надо будет еще разобраться, что делать с сорняками и что делать с камнями. Потому что там какие-то разные стадии. Разные камни. Хрен пойми, чем их делать. Какие-то катки, мульчеры и так далее. Я нихренашеньки не помню. Потому что тяжело вспомнить то, чего не знаешь. Или вырубить нахрен эти камни и сорняки и не париться. А, да. Есть же еще такой модик замечательный. Называется Precision Farming. Или, короче, точно из земледелия. И я еще тоже не решил, подключать его или нет. Но что-то есть у меня подозрение, что, может быть, мы его и включим. В 19 ферме он мне не сильно радовал. Я с ним немножко поигрался и быстренько от него избавился. Тут, может быть, что-то другое. Завезли. Может быть, что-то изменилось. О, кстати, вот про такую вот штуку я вам говорил. Можно будет найти. Насколько я понимаю, около домов. Полторы тысячи за такую хреновину дают. Находишь все и 100 тысяч бонусов. Сколько таких штук надо найти? Честно говоря, я что-то как-то не вижу. Ну и ладно. Может быть, когда-нибудь уделим этому стрим. Будем ходить, искать и собирать вот эти вот штуки. Сейчас я это делать не собираюсь. А еще я читал, что да, вот они появляются вот здесь. И, соответственно, вот эта вот полочка будет... А монетки, наверное, не появляются нигде, да? Вот здесь, по-моему, появляются туфли, которые мы будем находить. Вот, ладнется, друзья. На этом, наверное, эту серию первую вводную мы закончим. Я, в общем-то, жду первую вашу реакцию. Если будет дохренища просмотров и дохренища лайков и дохренища комментариев, то вторую серию я выложу прямо завтра, вот честно. Мне не впадло. А это, разумеется, касается... Не касается тем, кто смотрит это на Бусти. Увы, ребята, для вас завтра ничего не будет. Вот. А если хотите смотреть все серии заранее, то, в общем-то, сделать это можно на Бусти. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Предлагайте ваши пути развития, предлагайте моды, если вы видите, что у меня чего-то нету и есть какой-то классный худ, то, Никита, тебе оно надо. В общем-то, пишите без проблем. А я тогда завтра на работе поупарываюсь в контракты и постараюсь под насобирать денежков, чтобы нам как-то более-менее начинать. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok